всем привет друзья ну вот оно новое видео да сегодня у нас 29 число понедельник до сегодня понедельник я записываю видео вы смотрите это видео уже в среду да почему так ну потому что сегодня у нас будет вскрытие посмотрим откроем свеженький винил который я купил себе вчера вот в магазине randoms у нас в латвии все вы посмотрели это видео вот там просмотры идут прямо отлично я могу что-то рассказывать о одной группе а другой а третий четвертый пятый а 400 просмотров нормально фанаты заценили все отлично стоит показать магазин все просмотр уже там почти по тысячу уже сейчас да ну как то так ну мне конечно самому тоже нравится смотреть такие видосики по ходу магазина и так далее ну значит надо снимать чаще в общем спасибо всем кто посмотрел спасибо всем тем кто поставил лайк и зарядите лайк и этому видео обязательно здесь напишите комментарии и комментарии были конечно интересно у меня на канале вот что мне нравится вот все кто комментирует все адекватные люди за исключением кого-то одного процента который обязательно попадется и в этот раз тоже какой-то человек ник не помню там по умурят цифр букв и так далее естественно прокомментировал почему же я звук наложил а звук знаете почему я наложил в его версии потому что в магазине я не могу разговаривать на русском страшно мне было бы на русском разговаривать я же в латвии страшно на русском разговаривать ну что то я могу сказать ребята вот из россии этот человек я так понимаю был больше ниоткуда взяться такому суждению ну правда уж без обид да вот блин не слушайте то вот все что вам льют в уши из телевизоров новостных каких-то порталов и так далее просто берите это все вот так не смотрите просто даже берите выкидывайте куда-нибудь далеко далеко на самую вонючую помойку потому что ну все такой бред я могу разговаривать на латышском магазине на русском никаких проблем я когда вот купил этот винил который мы сейчас с вами распакуем да и мне потом еще было интересно есть ли в магазине миллион фармер вы видели там пластинок много я не нашел да я подошел к девушке на латышском спросила можете мне показать есть у вас меня форма да конечно подошла мы там пообщались по латышски но мне показала где стоит там все ушла я посмотрел дорого и и купил там три пластинки было два пикчер винила и альбом вот там где аноморфозная да он называется где песня калифорния классный альбом обожаю до 150 евро но дорого там одна пластинка на как-то limited edition тоже потому что какой-то цветной винил там по моему ну дорого тут что 50 евро за альбом ну блин реально дорого за одну пластинку ну прям капец в общем не стал покупать и вот свободно я мог подойти спросить на русском она также мне показала никакой нету разницы блин вот и когда мне такое пишут ну что еще сказать смотрите простой примером даже приведу вот скажем мне надо позвонить там провайдеру интернет там мобильный телефон вот этом или электричества до поставщику там я набираю номер жду соединения пошло соединение и первое что я слышу на латышском языке мне говорят но я вам буду на русского потому что никто не поймет которая если вы хотите говорить по-латышски нажмите цифру 1 потом не год на русском если вы хотитеو Jane Jeep на русском нажмите цифру 2 И дальше мне еще говорят на английском Если вы хотите говорить на английском Нажмите цифру 3 Я нажимаю, например, цифру 2 Выбираю русский язык И мне отвечают на русском языке Причем не обязательно мне ответят На русском языке русский Там может быть сидеть девушка или парень Латыш и будет с тобой превращаться на русском Нормально будем общаться То есть то, что вам говорят по телевизору Это просто, я не знаю Жуть какая-то В общем, не об этом Кстати, вопрос заодно к вам Россияне особенно Россия гигантская страна Самая большая в мире Многонациональная Вот у вас есть такая опция Вот какой-нибудь бурят Звонит там, не знаю В мегафон Не знаю еще что там У вас какие-то мобильные сети Ему предлагают нам Нажмите цифру 1, если вы хотите говорить на русском Нажмите цифру 2, если вы хотите говорить на бурятском Нажмите цифру 3, если вы хотите говорить на чеченском Вот есть у вас такое? Или у вас такой национализм только на русском? Ну, Россия же не только россияне Там русские такие Много национальности в России же Ты чеченый там, да? Кого там у вас только нету? Поэтому у вас такого нету На любом наречии А вот у нас, пожалуйста Хочешь говорить на русском? Хочешь говорить на алтышском? Хочешь, общайся на английском Если ты удобно, может, и практикуешь. Никаких проблем. Ладно, все, этот вопрос закрыли. Я говорю, это не один вот комментарий. И постоянно в каком-нибудь ролике обязательно еще не такое прилетит. Но 99,9 даже на моих процентов, кто меня смотрит, вообще адекватные люди. И украинцы, и русские. И вы даже между собой общаетесь нормально, адекватно. Это нереально радует. Я думаю, всем надо стремиться к этому. В общем, вам всем, естественно, интересно, что же я себе такое купил. Что за пластинку я себе купил. Ребята, скажу сразу, что это мега известная группа. Просто мега известная группа. У меня нет первый официальный релиз, который в моей коллекции наконец-то появился. Вот как-то вот так. Нет у меня до вчерашнего дня не было ни одного фирменного, ни диска, ни кассеты. Вообще ничего не было. Как-то вот все время откладывалось на потом, на потом, на потом. И что-то альбомов у группы очень много. Это супер известная группа. И как-то я уже плюнул. Думал, ладно. Нету у меня есть. Это все в хорошем качестве. Я слушаю часто. Причем эту группу. Дисков и фирменных нету. Ничего нету. Вот сейчас появилась первая пластинка, которая у меня будет как бы фирменный релиз данного коллектива. И тут я увидел, что в нашем магазине, в котором у меня был рандом, есть The Best, который вышел в августе 23-го года. Он вышел как на дисках, так и на виниловых пластинках. Но в нашем магазине был винил, диска не было. Я подумал, ну почему нет? Вот отлично. Там очень крутое оформление. Сейчас я вам покажу. Это вот даже про осязаемость больше. И я так думал, да, вот это для коллекции надо цеплять. И я, знаете, уверен, что здесь это не машина Records. Да, и звук будет хороший. Вот у меня еще большой вопрос, что мне делать с пластами машины Records. Все они звучат говено. И не надо говорить, что плохая игла, плохая башка, тонар не той формы, я не знаю, опорный диск должен быть стеклянный. И еще там куча факторов, чтобы пласт машины звучал хорошо. Нафига мне тогда такой пласт, для которого мне надо чуть ли не студию иметь дома, чтобы пласт этот послушать. Хотя, если я вот включил пласт машины Records, все поставил, звучит говено. Просто снимаю, ставлю другую пластинку, любую, Best Shop Boys, Skyrim, который мы с вами не давно открывали, а звук просто в разы лучше сразу, не меняя ничего. В общем, тут я думаю, со звуком будет все нормально. Ну что, ребята, вот такой вот пласт у меня есть, теперь вот в моей коллекции. Сейчас мы его будем вскрывать. Ну и вы думаете, что за группа-то, Леха, уже скажи наконец. Ладно, сейчас скажу. Ребята, это короли, можно сказать, синти-попа. Нет, это не Депошмот, но один из ее участников был в группе Депошмот в первоначальном составе на первом альбоме и даже написал их первый главный хит. Ну и все догадались, о ком речь? Еще не все. Ребята, это группа Erasure, да, а человек, который был в составе Депошмот, это тот, кто делает в группе Erasure всю, в принципе, музыку, да, это Винс Кларк. Ну и солист группы Erasure, это всем известный Энди Белл, естественно, да, группа Erasure. Erasure. К сожалению, ну так получилось в коллекции до этого у меня его не было. Ну, вы помните историю с принтером, я купил там принтер, на котором я могу там диски, да, печатать, ну, на диске напечатать картинку, и я это сделал сразу. У меня это все лежало в отличном качестве, я вам сейчас даже покажу, смотрите. Ну вот, альбом, например, 1994 года, Erasure, I say, I say, I say, вот так вот получилось, по-моему, великолепно, да. Смотрите дальше, да, Wild. Вот так вот выглядит. Circus, да, альбом. Ну и Chorus, естественно, наверное, вот мой любимый, да, мне очень нравится, вот Chorus и I say, I say, вот эти два альбома, ну, прям, просто великолепно. А вообще, группа настолько известная, что они выпустили аж 19, по-моему, или даже 20 студийных альбомов, да, представляете, какое количество, да, безумное количество альбомов, у меня вот они только на таких вот материчных дисках и в компьютере, да, и вот первый винил появился Best of, сейчас, сейчас мы его посмотрим, да, ну, вот, расскажите мне, есть ли у вас какие-то диски Eraser, ставьте фотки в Instagram, пишите в комментариях, что есть у вас, нравится вам вообще эта группа, не нравится. группа для меня очень значима, почему? Потому что, когда развалился совок, началась вся эта до нас доходить в большом количестве зарубежная музыка, Dr. Alman, Абу стали крутить по телеку, да, вот, начало 90-х у нас по телеку очень много крутили клипов группы Eraser, да, это из альбома 1902 года Abba Esk, да, помню, такая эпишка была, там, 1904 песни всего было, да, и другие клипы, и я вот смотрел, прям, мне нравилась музыка, классно сделана, вот, в общем, Eraser у меня вот как сначала идет, но при этом дисков фирменных и концептов у меня никогда нет, вот сейчас появился винил, который мы посмотрим, да, вот, ну, как я уже сказал, Винс Кларк, это, естественно, тот человек, который был в первом составе группы Депо Шмот, который сделал им хиты, который сделал песню Just Can't Get Enough, и до сих пор они с Мартином Гором, они, по-моему, до сих пор сейчас мутят какой-то совместный проект, я его не слушал, правда, просто читал, где-то мне попадалось на глаза, сам Винс Кларк начинал что так делалось, что, в общем, нужен вокалист, и это объявление прочитал Энди Белл, да, вот так у нас получилась группа Erasure, которая впоследствии стала суперизвестной, был королитом Синтипопа, наравне с Пэтшоп Бойс, Депо Шмот, да, и так далее, ну, Депо Шмот потом немножко ушли в другую сторону, такую более, скажем, грузовую, назовем просто, музыку, да, а вот Erasure, Пэтшоп Бойс, такие чистые Синтипоповские чуваки, там дует, здесь дует, поэтому очень-очень у них пошло-пошло, очень популярные альбомы, да, первый альбом это суперхит Ола Мур, да, который просто вот попал, по-моему, сразу он куда-то очень популярный был во Франции, ну, может, потому что на французском там, да, sometimes, да, который, по-моему, первым попал и стал прям суперпопулярный они уже у себя на родине в Юкей, да, ну, и там куча хитов они выпустили, куча альбомов, как я уже говорил, да, Энди, Белл, все мы знаем открытый гомосексуалист, но он этого никогда не скрывал, ну, и, в принципе, если вы видели эти клипы, то там догадаться не сложно, да, если вы видите клипы группы Erasure, но, во всяком случае, подозрения на эту тему у вас явно возникало. Ну, что ж, в принципе, больше ничего о группе что я говорю, по-моему, вообще это мало кого интересует, в общем, чуть-чуть рассказал, ну, и давайте я вам покажу наконец-то вот эту пластинку, как она выглядит, ну, посмотрите, шикарнейшее оформление, очень красивое, да, называется Erasure Always The Very Best Of, ну, здесь две пластинки, 180-граммовые, то есть, тяжелые достаточно, это хорошо, и Gate Fold, то есть, раскладной конверт, сейчас мы откроем, все посмотрим, ну, и вот тут опять хочу рассказать немножко о минусах винила, да, то есть, вот этот же альбом, вот этот же Best, да, который вышел на диске, там, естественно, песен больше, здесь, например, нету, я точно не помню разницу по трекам, там их значительно больше, здесь вот я запомнил, что нету вот Run To The Sun с альбома Айсэйсэйсэйсэйсэй нету, а вот на диске есть, но Always, здесь есть, ну, смотрите, здесь, значит, четыре пластинки по пять песен на каждой стороне, да, давайте вам скажу, какие треки здесь присутствуют, так, быстренько, сторона А, Who needs love like that, all are more sometimes, Victim of love, The Circus, сторона Б, Ships of fool, Chain of love, Little respect, Stop, Drama, да, сторона Г, то есть, вторая же пластинка, и сторона Си, вернее, Blue Savannah, Chorus, Love To Hate, Take a Chance On Me, вот как раз таки, из ABBA-esque, немножко жалко, что здесь, вот не знаю, на диске нету, Lay All You Off On Me, да, классный трек, вот здесь нету, на виниле, очень странно, и Always, да, и последняя сторона Дэна, вторая пластинка, Fingers and Thumbs, Breathe, Elevation, Love You To The Sky, и Hey Now, то есть, что-то я не помню, вот так вот выглядит пластиночка, посмотрите, ну, оформление просто шикарно, вот это чисто про осязаемость, вот приятно, когда у тебя такой винил, полиграфия, все, очень круто, здесь наклеечка, сейчас я сниму вот эту пленку, потом сниму наклеечку, и наклею куда-нибудь уже вовнутрь, ну, давайте скрывать, опс, все, поддалась пленка, в общем, сейчас вскроем, и посмотрим, и Gatefold, и винил, все оценим, все, вскрыт винил, такой приятный конвертик, такой класс, приятно подержать в руках, ну, вот это, я говорю, про осязаемость, ну, и вот такой вот раскладной конверт, вот такие вот, типа фотографии, ну, классно, все в таком едином духе сделано, в цветах таких классных, очень нравится, ну, и по винилу здесь, ну, и здесь вот опять же, помните, машиновские конверты, и вот такие красивые конверты, здесь, да, ну, мне кажется, вот просто разница, вот, сразу, чувствуется, когда ты из такого конверта, вынимаешь пластинку, или из машинностого черного, он антистатиковый, но мы сейчас это исправим, да, сейчас я даже покажу, как это сделаем, так, ну, сразу бросается в глаза то, что дорожки, да, немножко, как затертые, ну, это, конечно, минус бумажного конверта, но такое бывает и в антистатиковом, ничего страшного здесь не будет, песни записаны вдоль, далеко от яблока, то есть большое расстояние, вот здесь вот, да, ухудшение к концу стороны, качество точно не ожидается, вот так вот выглядит, первая пластинка, сейчас я отойду, на пару секунд, вы не разбегайтесь, я здесь, ну, вот, антистатиковые пакеты, все это решается, пленочка решает, берется, новенькая пластинка, пластинка кладется, в антистатичный пакет, все, ребята, и, можно рядом класть, как хотите, можно вот так вот, вовнутрь сюда опустить, и все, вам видно, и все отлично, все, в антистатиковом пакете, пластинка, вот, видите, тут, что-то написано, наверное, в информационной группе, песни, еще раз на конверте, и вот, Винс Кларк, Энди Белл, тут Энди Белла видно лучше, в принципе, лицо группы, я думаю, я думаю, когда вы, когда вы, говорите о группе, Энди Белла, то вспоминайте, однозначно, именно Энди Белла, не Винс Кларк, вот, отлично, статиковый пакет, внутри пластиночки, зачем мне эти, уродские пакеты, которые кладет, который кладет до сих пор свои издания Машина Рэкорд, сюда он также заезжает, отлично, все, вообще никаких проблем, ну, давайте достанем второй пласт, второй пласт, вот такой конвертик, с таким сердцем, очень классно, красиво сделано, и фотография, ну, очень красивое оформление, мне прям, я когда увидел, мне очень понравилось, ну, и вторая пластиночка, пластиночка в порядке, не подвеска, ничего, все отлично, и также, дорожки записаны, долю, далеко от яблока, от центра, это очень хорошо, такая вот пластиночка, и опять же, эту пластиночку, мы кладем в антистатиковый пакет, пакеты с Алиэкспресс, все, и опускаем его, вот, да, в конверт оригинальный, знаю, что некоторые эти конверты, вклеивают туда, каким-то образом, не знаю, надо так заморачиваться, ну, может, кому-то так удобнее, мне вот так, вполне меня устраивает, все, пластинка в оригинальном конверте, плюс антистатиковый пакет, все отлично, и, запускаем пластиночку, обратно, да, вот сюда, все, она отлично заходит, все, по-моему, отличный винин, у меня теперь в коллекции, первое фирменное издание группы Erasure, которое у меня теперь есть, сейчас пойду послушаю, и уже в следующем видео, я вам с вами поделюсь, своим впечатлением, как оно звучит, но я думаю, здесь все очень хорошо, пакет, по-моему, такой, он не глянцевый, но такой приятный, но и не soft touch, такой, не будет слишком пачкаться, не будет много отпечатков, но он светлый, на нем, вообще-то, особо отпечатки, видны не будут, еще раз вам покажу, посмотрите, ну, и не забывайте написать в комментариях, как вам, группа Erasure, Erasure Always The Very Best Of, все супер, у меня теперь Erasure, официально в коллекции, имеется на фирменном двойном виниле, сейчас мы эту наклеечку отклеим, она должна отклеиться хорошо, смотрите, как она снимается, оп, она клейкая-клейкая такая, и сейчас мы ее наклеим, я обычно тут вклеиваю их вовнутрь, не диску, пахну, пластинку я достал, и вот сюда, вот сюда вот, я аккуратненько вклеиваю эти наклеечки, чтобы они не терялись, все, оклейка на месте, есть в комплекте все дела, ну и смотрите, еще раз вам покажу, антистатиковый пакет, все легко достается, пакет не вынимается, да, потом также легко сюда пластинка погружается, все, идеально, зачем машина рекорд, долбаный вы трактор, делает эти ужасные, антистатические, черные пакеты, пофиг, что они у вас антистатиковые, они вида не имеют, их неприятно держать в руках, вот такое здание, приятно держать в руках, и сюда оно очень хорошо помещается, надеюсь, вот этот процесс вам виден, в общем, друзья, вот такой винил я себе купил, вот такой вот винил мы сегодня с вами посмотрели, вышел в августе 23 года, посмотрите обязательно на дисках, может быть, да, потому что на дисках там больше песен, и возьмите его себе в коллекцию, мне уже хватит вот этого, да, и вот этих самых дисков, так сказать, которые у меня есть, о чем я обычно рейджеры слушаю, да, ну, согласитесь, получилось весьма недурно, ярко, красочно, все альбомы, ну, как-то так, делаем, осязаем музыку, сами иногда, вот, ребята, все, спасибо всем, кто посмотрел, пишите обязательно комментарии, ставьте лайк, делитесь этим видео, кто хочет поддержать канал, материально, это очень круто, полезно, нужное, нужное дело, можете сказать спасибо, можете там отправить супер стикер, ссылка на, тоже есть в описании, в общем, заходите, читайте, подсоединяйтесь к инстаграму, группе в фейсбук, да, ну, увидимся с вами теперь же, мы в субботу, я так думаю, собираем мусор, ну, а пока, ребята, ну, всем пока, пока,